К мысу радости К островам ли сиреневых птиц Все равно, где бы мы не причалили Не поднять, нам стало ресниц КОНЕЦ КОНЕЦ В своей жизни, наверное, точно, он смог бы сделать гораздо больше, чем успел Но то, что он оставил нам, интересно, необычно, ярко и оригинально И для того, чтобы быть первым среди первых Для этого у него были все основания, причины, качество характера И главное был талант А как известно, талант это и счастье, и мука И крылья за спиной, и ноша тяжелая Но жизнь прожита, и в ней ничего уже нельзя изменить Но в его жизни было главное Его профессия, его творчество, его произведение И ощущение счастья того, что я могу сделать и что я умею А он умел и смог, этот талантливый скульптор Юрий Поляков Субтитры создавал DimaTorzok Это был человек крайностей Он был мягкий, нежный, как котенок маленький И одновременно свирепым, жестоким до крайности Но из этих крайностей он выходил и становился сам собой Душа, можно сказать так, ну, если сказать необъятное, это не то слово Душа специфическая, которая могла отдавать всего себя другим, не требуя ничего Каждый художник есть неповторимое явление И, конечно, Юрий Георгиевич был им в большей степени, чем кто-либо Вот характер его как человека складывался в его творчестве Творчество также было контрастным Закроем глаза и представим все его работы Они носили характер гротесков Если мы немножко гротеск повернем направо То уже будет получаться немножко шарж Шарж может быть и дружественным, и злым А если мы еще повернем на два-три оборота То будет карикатура Вот вспомните все его работы Даже ученические Это гротеск Начало гротеска В любой работе есть это гротеск И поэтому все работы его узнаются сразу Они вечные в этом плане Вот поэтому-то он никогда и не прибегал к портрету Теперь насчет велосипеда В 1958 году мы с ним познакомились Я преподавал в училище, а он был студентом Почти мастер спорта А я с детства любил велосипед, если так можно сказать И вот, значит, мы уже где-то в году 59-м или 60-м Едем в Вильнюс с утра Под проливным дождем 8 часов А тогда не было шоссе еще полностью Что это за была дорога, представьте 8 часов под проливным дождем Вот какой был характер и упорство у человека У меня он остался в памяти, как живой Мне стоит закрыть глаза И Юра, вот он здесь стоит Он никогда не уйдет из моей памяти Из моей души Субтитры создавал DimaTorzok В его характере удивительным образом сочетались Качество, казалось бы, совершенно противоположное Мягкое, доброе, в то же время настойчивое и целеустремленное Обладающее силой и внутренним темпераментом И мне кажется, что все эти качества Я имею в виду в первую очередь Его целеустремленность и настойчивость Его сила, она приобретена была в процессе занятий спортом Ведь он был мастером спорта по велосипедному Спорту и стрельбы из лука И физически был очень крепким, тренированным мужчиной И вот эта мягкость и сила, твердость и лиричность Они так и светятся в его работах А по-другому быть не может Потому что художник, он весь в своих произведениях Это его мировоззрение, ощущение Это в отношении к событию, к тому, что он изображает К тому, что он создает Творческое наследие Юрия Георгиевича Полякова Это и памятник Рудобельская Республика В поселке Октябрьской Гомельской области Декоративная скульптура «Осень» на проспекте победителей В Минске композиции «Голубой цвет», «Белорусская былина», «Армения» И портреты Карбышева, писателя Николая Островского, художника Леонида Щемилева Наверное, это немного и немало Немного и немало для того, чтобы остаться в искусстве В истории искусства и быть личностью Остаться для того, чтобы помнили Субтитры создавал DimaTorzok У нас с Юрой было общее детство Когда мы учились, мы всегда помогали друг другу Экзамены, подготовки Все это проходило на глазах друг у друга Естественно, меня он поддерживал, заражал оптимизмом Необыкновенным жизнелюбием У него было такое необыкновенное чувство юмора Которое присуще людям именно одаренным Он был кладезь анекдотов, коротких историй, каких-то наблюдений У него это еще и выражалось в рисунке Он был великолепным тисовальщиком Рисовал такие вещи Когда мы часто с ним разговаривали Почему он не берется за портреты Он всегда улыбаясь говорил Ты знаешь, модели недовольны Недовольны, потому что Он вкладывал какие-то черты характера Вкладывал какие-то тонкости Которые были ведомы только ему Эти портреты больше были похожи на шаржи Он их дарил, он рисовал на салфетках И, к сожалению, очень мало что сохранилось Есть только отдельные фрагментарные кусочки И в памяти у всех, кто его близко знал Что касается скульптуры Его называли Пушкиным в скульптуре Но идеи, которые он осуществлял Были настолько оригинальны Настолько своеобразны Что его внутреннее состояние души Воплощенное в камни Придавало такую большую значимость тем работам Этот человек был непредсказуемый В каком плане Его идеи посещали самые невообразимые Он имел и большие спортивные достижения А главное, что он умел заражать людей Которые вместе с ним учились, работали С ним обязательно были единомышленники Которые, в общем-то, разделяли его И спортивные увлечения Субтитры создавал DimaTorzok Я знал его как человек, который учился в академии Знал его как уникального, красивого рисовальщика Очень любил рисовальный процесс Внимание к фигуре, к пластике Ну и как мастер лепки он был очень интересен Ну это мое субъективное мнение Но я знаю мнение многих друзей, товарищей Художников моего поколения Которые к нему относились в высшей степени Как к талантливому Как к личности, которая может интересно компоновать Особенно образно он мог воспринимать то или иное явление Юра Поляков в 70-е годы и начало 80-х Был один из интересных художников, скульпторов Много осталось эскизов, которые он не довершил И недавно в моей галерее Нарокоссовского Мы сделали выставку с его работ И были представлены эскизы незавершенных работ Которые нет сейчас вот в городе Но они в высшей степени оригинальны, интересны И конечно, если бы они были воплощены в жизнь Это было бы интересно Но кроме того, что мы говорим вот как о художнике Это была личность еще своеобразная Он и спортсмен был прекрасный Он был прекрасный как человек И для моего поколения он был очень значим Очень интересен Юра Поляков был на слуху здесь в нашей республике Словом, это не просто разговор о том, что был художник Он что-то делал Это личность Это фигура, которая может входить в всевозможные рассуждения В классах учебы, и в училище, и в академии Как нужно относиться к искусству Как можно выявлять то, что нас окружает И насколько это активно было в произведениях художника Юрия Полякова И очень жаль, что обрывалась жизнь так преждевременно То, что он оставил, оно будет, наверное, долго еще И радовать нас, и помнить будем о нем И я считаю, что это художник с большой буквы Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Георгиевич Поляков родился 4 ноября 1944 года в Чите Его отец Георгий Мартынович Поляков был капитаном железнодорожных войск А в то время служить на железной дороге было престижно и почетно И мать Анны Леонтьевны тоже работала на железной дороге В 1948 году семья Поляковых переезжает в Белоруссию, в Минск к родственникам Юра здесь заканчивает среднюю школу, поступает в художественное минское училище Затем армия, он служил в Слуцке в танковых войсках И, кстати, именно здесь он сделал одно из своих первых произведений Это памятник герою Советского Союза Петру Куприянову Затем год 1967-1973 Учеба в Белорусском государственном театрально-художественном институте Его учителями были знаменитые мастера скульптуры Это Бембель, Глебов и Муромцев Его дипломная работа была посвящена спорту, точнее, нашему знаменитому борцу Александру Медведю 60-е и 70-е годы – это время очень необычное Это особенное время, вечный спор между лириками и физиками Влечение бардовской песни, поклонение Высоцкому И, конечно, дружеские компании, их было более чем достаточно А Юра – человек натуры широкой, обладавший чувством юмора, веселых Всегда был центром этих компаний Его первую жену звали Светлана, она была медработником Но прожили они недолго, наверное, потому что были людьми очень разными Вторая жена Ольга – художник-керамист И было многое, что объединяло их, и было то, что их разъединяло Она работала в Борисове на комбинате декоративного искусства Он в Минске, и это, и, наверное, частые отлучки и компания Все это далеко не укрепляло семейные узы Они расстались Дочь Ксения работает в стиле художественной пластики И, кстати, ее муж – скульптор Александр Шапо И я думаю, что на выбор профессии Ксении А ведь с выбором профессии мы выбираем и судьбу Конечно же, повлиял отец Юрий Георгиевич Поляков Музыка 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 Юра Поляков – художник очень цельный, художник и человек неразделим. Он очень цельный человек и художник. У него большая палитра чувств, эмоций, характерологических черт от такого тонкого лиризма, которые проявляются в его небольших работах Виктория, Армения, до экспрессивных, монументальных работ, таких как «Осень» на проспекте Машерова. И вот эта палитра его возможностей в тончайших градациях проявляется во всех его произведениях. Это очень экспрессивная лепка, такой нерв художественный. Это интерес к сильным личностям, это Карбышев, это Островский. И это в то же время какая-то при всей мятежности его натуры, и это чувствуется, когда с ним общаешься как с человеком, какой-то удивительный лиризм, поэзия, какая-то иногда детская душа, такая застенчивая и шаловливая. При громком голосе, при невыбирании выражений, при собственности, абсолютной индивидуальности суждений, он никогда не оглядывался на массу, как она скажет, как она подумает и как отреагирует на то, что он делает. Поэтому стал человеком таким не очень удобным. И вот эта его свобода, свобода мысли, свобода чувства, свобода пластики, она в его пластике очень проявляется. И в фактуре, и в разворотах, и в ракурсах, и в силуэтах, и во всем чувствуется его огромный темперамент, который он едва сдерживал, наверное, и в жизни, и давал ему, наверное, волю больше всего в произведениях. И мне кажется, что он жил по закону, вот если перефразировать Розенбаума, любить так любить, летать так летать, так вот, он жил по своему закону, лепить так лепить, любить так любить, гулять так гулять, творить так творить, дружить так дружить. Он стал человеком очень верным в дружбе, он никогда не показывал ни на кого пальцем, он никогда никого не осуждал, он мог резко выступить на обсуждение выставки какому-то вопросу, но вслух, не где-то там в кулуарах. Его любят друзья, его почитают зрители, его пластика и сегодня современная, я думаю, что будет современная еще очень долго, она разная, она живая. Вот эта динамика его натуры, она в динамике его работ, все живет, все кипит, все это в одном. Юрий Полякович. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Он принимал участие в очень престижном конкурсе скульптурных проектов. Это был очень важный и действительно престижный конкурс. Он уверенно шел к победе, пройдя четыре тура, но до финиша не дошел, и победителем оказался другой скульптор. В таких ситуациях творческому человеку очень трудно объяснить, почему не он, а другой стал победителем, и логика здесь бессильна, неудача переживается очень тяжело, и порой пережить ее просто невозможно. 18 июня 2004 года Юрия Георгиевича Полякова не стало, он умер от инфаркта. Но то, что осталось после него, его творческое наследие, оно не только в воспоминаниях, словах, в описаниях, оно ощутимо, оно зримо и создано по-настоящему творческой личностью и очень талантливым человеком, Юрием Поляковым. КОНЕЦ 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 К мусу радости, к скалам печалили. Не поднять нам устали. КОНЕЦ КОНЕЦ